Привет, народ! Ну что, только что закончил я смотреть Черную Пантеру, посмотрели мы вместе с Вовчиком, только что забросил его домой к маме, ну и еду в пути, как всегда, записываю свое первое впечатление и, как всегда, без спойлеров. Ну что, всем любителям Марвела, конечно, стоит посмотреть. Я слышал, такого рода слухи ходили, что, ну прям, чуть ли не самая лучшая часть, сделанная по комплексам Марвел. Нет, не самая лучшая, неплохо, наравне. Что, знаете, понравилось? Что в данном фильме нет вот этой вот глобальной такой, это я говорю, и вряд ли это будут какие-то спойлеры, нет вот этой вот глобальной нам нужно спасти весь мир. Нет. Тут больше вопрос ставится на тем, что именно я могу дать для этого мира. Вот это основная идея. И что иногда люди, смотря на меня, могут подумать, что именно этот человек может дать. Вот, ну что он может дать. Точно так же и здесь. Забавно было, конечно, посмотреть на актерский состав, где преобладающее свое, скажем так, большинство, это были афроамериканцы. Вот, конечно, мой малой тут дочу мою затерроризировал на этих днях. Малая отказалась идти смотреть с нами «Черную пантеру». И, короче говоря, Вовик там говорит, ты что, расистка, поэтому не хочешь идти смотреть. До этого все марвеловские фильмы смотрела, а теперь, потому что тут «Черная пантера», поэтому не хочешь смотреть. Ну, короче говоря, Малая не пошла, но смотрели мы с Вовиком. И нам вдвоем понравилось. Очень классно. Сцены, например, которые в трейлере показали, да, там, где он на машине сверху едет. Вот это вообще, наверное, моя самая любимая сцена. Понравилось, как показали разные племена, если вот они пытаются удержать свои корни, но при этом у них есть доступ к хорошим технологиям. Очень понравилось. Феррари передо мной едет, и вот нужно ему уж повыпендриваться своими выхлопными трубами. Ну, что ты будешь делать? Это когда с этим проблемы, надо вот этой машиной выпендриваться. Ну, короче говоря, что нам понравилось еще с Малым, то, что, конечно же, до конца сидите, ждите последних, две финальные концовочки. Нет, ну, это невозможно так ехать, надо поменять линию, а то, что это будет тарахтеть всю дорогу. Понравились шутки, в меру было. Не то, что там, знаете, вот это, когда Тора смотрели, там, ну, прям вообще, кинокомедия какая-то, этот, капустники Ралаш. И смешного было не так уж и много. А тут как раз всего в норму, вот всего выдержано. Мне понравилось. Понравилось, конечно же, как всегда, камео. Ждите концовочки в конце. Обе концовки, да, вот такие интересные, особенно самые последние. Хотя на нее намек, кто внимательно будет смотреть фильм, на нее намек сделали. И я все сидел и думал, блин, про кого же говорила сеструха, про кого же говорила сеструха. Ну, и в конце, конечно, выплатили. Это мне понравилось, что не просто там ружье какое-то засветили в кадре, а потом забыли про нее. Нет, все, все отлично. Конечно, надо смотреть на большом экране, очень красиво. Такое вот, у меня в какой-то момент было чувство, неужели они все это дело повернут и превратят в этого, в короля льва. А, чуть ли. Со всеми вот этими родственными драмами и все остальное. Очень-очень хорошо сделали. Мне понравилось. Сказать, что самый лучший нет, но жду появления Черной Пантеры. Теперь обязательно жду в этом, в Войне Бесконечности. Хорошо, раскрылся довольно-таки персонаж. Конечно, он положительный герой, да, Черная Пантера. И антигерой, вы узнаете про кого. Но эта речь, он, как по мне, получился намного более харизматичнее и более убедителен, как и предводитель. И все, пусть он даже был и не самый хороший, да, не самые лучшие цели. Но, но, опять-таки, в комментариях, те, кто уже посмотрел, давайте пообсуждаем его идею. Та идея, которая, в принципе, должна быть поддержана большинством афроамериканцев, которые до сих пор еще удерживают вот эту обиду, связанную с рабством и со всем остальным. Про силу противостать колонизаторам белым и вообще всем притесняющим. В общем, в комментариях поговорим подробнее на эту тему. Ну, фильм из 10 баллов. Твердая восьмерочка, я бы сказал бы. Потому что я шел туда не как на кино, а шел как на киношку. И я получил море удовольствия. Ладно, пишите в комментариях, что вы думаете. А на сегодня мой дозор-обзор разбор окончен. Увидимся позже. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok